Слава Богу, сегодня 20 февраля 2018 года. Утром, 6 утра по киевскому времени. Утренней молитвы. Прямо сейчас будет включение, прямой эфир. Но я записываю на видео еще. Почему? Потому что часто интернет бывает, что либо подвисает, либо что, и не все записывается. И поэтому, чтобы после уже окончания молитвы, допустим, после завершения, запись можно было залить на YouTube. И, в общем-то, полная версия. И также, конечно, бывает, что трансляции по частям идут у нас. Да, сегодня, даже вы видите по флагам израильским, молитва за Израиль. Сегодня у нас молитва за еврейский народ. О духовном пробуждении Израиля. Вот. И о защите еврейского государства. Вообще чудо. Божье чудо, что 70 лет назад возродился Израиль. Это действительно божественное чудо. Да. И исполнение библейских пророчеств. Об этом тоже сегодня есть смысл, как раз, нам поговорить. Ну, в общем-то, на семинарах, особенно на семинарах. Да, вот остается буквально пару минут до включения. Я, наверное, даже включу уже сейчас. Пусть Бог благоставит. Господи, благостави этот эфир сейчас прямой. Благостави всех братьев, сестер, всех, кто подключается сейчас к этому эфиру. Во имя Иисуса Христа, Божий наш всемогущий. Во имя Твоей любви. Ты есть свет к просвещению всех народов и славы народа своего Израиля. Благостави, Господь. Боже всемогущий. Да. Благостави, Господь, нашу эту утреннюю молитву. Прими как хвалу, как благоухание. Аминь. Аминь. Спасибо огромное тоже за молитвы. За наше действительно во Христе единство. Слава Богу. Запускай прямой эфир. Да. Слава Богу. На ютубе. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Дорогие друзья, приветствую всех и благоставляю. Приветствую из города Львова, село Ременев. Здесь сегодня я провожу занятия, но это чуть позже, в 10 утра начало, а сейчас в 6 утра по киевскому времени молитва. Молитва, утренняя молитва, она и раньше уже началась, но сейчас подключение в прямом эфире. И я хочу начать, наверное, со Слова Божьего, лучше так. Начну со Слова Божьего. Приветствую всех, кто подключился. Господи, благослови нас всех в этой молитве. И здесь вы видите флаги Израиля. Талит, свой Талис я привез также сюда, во Львов. Люблю очень молиться, покрываясь Талитом. И люблю, читая Слово Божье, также размышляя на Словом Божьем, покрываться Талисом. И как еврей, и как христианин, и как, не знаю, мне это культура очень близко и очень люблю. И для меня это мой мессианский Талис, это еще и знак действительно возрождения Израиля и христианства. И здесь вы видите такая ханукальная минора, ханукия, девятисвешная. Да, значит, и в этой, это ханукия, это знак, будем добавить в сфере символ, сейчас не ханука, конечно, календарная, но ханука такая божественная в наших судьбах. Это символ для меня, знак обновления, обновленчества, реформации. Слава Богу, и не только в Израиле, но и в церкви, в историческом христианстве. Слава Богу. И начну со Слова Божьего, послание к римлянам, начинается восьмая глава такими словами. Восьмая глава послания к римлянам апостола Павла. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе и Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Аминь. Вот потрясающие слова по глубине своей, действительно, и по значимости своей. Потому как во Христе и Иисусе есть другой закон, духа и жизни закон. Вот и сегодня я благодарю Бога Всемогущего за Иисуса Христа, за Спасителя Господа моего. Потому как, действительно, это величайшее чудо, величайший дар, Божий дар жизни вечной во Христе и Иисусе Господе нашим. Величайший Божий дар. И спасение – это дар Божий. Жизнь вечная – дар Божий во Христе и Иисусе Господе нашим. Тот самый Мессия, о котором говорили пророки, пророчествовали, которого ожидали многие поколения евреев. Он стал светом к просвещению всех народов. И Он стал, действительно, славой народа своего Израиля. Он стал светом к просвещению всех народов. Вот праздник был у нас церковный, такой православный праздник – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И как раз на Сретение мы читали текст из Евангелия от Луки. И помните, да, кто подключался или смотрел уже в записи эти служения, то я говорил как раз, или был кто может на служении здесь во Львове или в Киеве еще перед поездкой во Львов. Я как раз говорил тоже о том, что вот об этих словах, словах Симеона Праведного, который, взяв младенца Иисуса на руки, благословил Бога и сказал Духом Святым пророчество. И в этом пророчестве, я считаю, очень важно выделить вот следующее, что Иисус в своем служении, в своей земной жизни, в бытии своем земном, да, и вообще в паке бытии, Он действительно есть свет просвещения всех народов и славы народу своего Израиля. Сегодня светом евангельского слова так или иначе просвещен весь мир. Вся наша планета, дамы и господа, братья и сестры, сегодня трудно найти народ, который бы не был бы более или менее просвещен светом Слова Божьего. Сегодня разве что ленивый не читает Слова Божьего, потому что с помощью интернета я Бога благодарю за интернет, Бога благодарю каждый день сегодня за интернет, за то, что действительно Бог дал нам, верующим, такое привилегию, такое благо жить в эпоху интернета, жить в эпоху, вот действительно, такой информации, информатики, когда распространяется небывало Божье Слово, неслыханно, невиданно. Сегодня на любом языке мира, на любом языке планеты можно Божье Слово услышать через интернет, можно подключиться с любой страны мира, даже с тех стран, где Слово Божье запрещено, к проповеди, вот так вот официально, где не могут люди открыто говорить Слово Господне, можно через интернет, подключившись, услышать Слово Божье на своем родном наречии, или прочесть этот текст из Божественного Писания. Это действительно знамение свыше, знак свыше действительно от Бога, потому как Господь говорил, что проповедено будет всей Евангелие Царства, всем народам, восвидетельство им, и действительно, восвидетельство всем народам сегодня проповедуется Божье Слово, слава Богу. И на наших глазах исполняется и вторая часть пророчества Божественного, что Иисус, первая часть в том, что Он есть свет к просвещению всех народов, а вторая часть пророчества, что Он есть слава народа своего Израиля. И сегодня, особенно в этот год, 2018 год, который есть год 70-летия со дня возрождения Израиля, еврейского государства, да, 70 лет прошло уже, друзья, ну вот, уже без малого. В мае месяце мы будем проводить и служение, и благодарственную конференцию, как раз посвященную, и семинары, посвященные 70-летию государства Израиля. Вот, и это действительно величайшее чудо, потому что в Библии, в Божьем Слове говорится в пророчествах об этом. И оно вдвойне, втройне чудесное еще, это чудо, потому что, как можно так выразиться, чудеснейшее чудо. Да, потому что это чудо было совершено Богом руками, как правило, людей далеких от религии, нерелигиозных, как правило, вообще. От этого это чудо еще более чудесным становится для всех нас, слава Богу. Дамы и господа, братья и сестры, Сегодня благоставляю Иерусалим, столицу еврейского государства, столицу Израиля. Благоставляю сегодня сам весь Израиль, возрожденный. И от Бога пусть придет благословение сегодня и защита свыше во имя Господа Иисуса Христа. Пою благословение сегодня на Израиль, на Иерусалим, на всех евреев, находящихся в земле Израиля и в рассеянии по всей нашей планете. Во имя Господа Иисуса, во исполнении библейских пророчеств. Пусть действительно Израиль, он цветет и пахнет. Израиль сегодня пусть живет и побеждает. Особенно в эти предпуримные дни, когда мы готовимся к встрече библейского праздника Пурим, готовимся к этому. Я провожу семинары также в нашей Киевской архипетской Пии и здесь во Львове. Как раз я и в воскресенье, кстати, позавчера тоже проповедовал на эту тему, как раз о Пуриме говорил. Вот и сегодня на занятиях здесь, в село Ременев, школа библейская Иегова Иера, Господь усмотрит по-русски. В этой школе я бывал уже не раз и еще, получается, вновь в этом году первый раз. Буду, также буду говорить и не только о реформации сегодняшней, но и об истории. Также истории Израиля и о Пуриме, безусловно же. Так вот, и завтра на служение здесь, во Львове, на улице Ленкевска, дом 3, и в церкви, в баптистском собрании церкви, значит, в христианской, в христианской Бильши Благодать называется. Большая или Большая Благодать, можно так по-русски сказать. Вот, и служение вечернее будет в 18.30, приглашаю всех вас, кто во Львове живет или же в гостях в этом городе гостеприимном. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, пусть Бог благословит сегодня и Львов, и Ременев, и Киев, всю Украину, и страдавшуюся нашу землю во имя Господа Иисуса Христа пошлет свой шалом, свой мир божественный. И всю нашу планету пусть Бог благословит сегодня своим отцовским любящим благословением, все народы нашей земли и страдавшиеся, потому что вся тварь, все творение стенает и мучится, ожидая откровения сынов Божьих. Пою благословение этим утром на всех вас, дамы и господа, братья и сестры, верующие разной конфессии, религии, традиции, культур. Пусть сегодня прославится имя Господа Иисуса Христа, Ишуа Машеха, Джисус Крайст, Иса Ма Сих. Люди с благоговением произносят это святое имя на разных наречиях, на разных языках, но я очень люблю в буквальном, природном его звучании. Ишуа Машех, Ишуа Машех, Иисус есть действительно Христос, это величайшее откровение всех времен и народов. Слава Тебе, Господь, Бог наш! Ебереха Хадонай, да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицом Своим на Тебя и даст Тебе мир. Еберехеха Хадонай, во Ишmareха. Явер, Хадонай, Панавелеха, вихúnеха. Иса, Хадонай, Панавелеха, в offenах mechanics. Боже, благослови сегодня Израиль, благослови сегодня Возрожденное Тобою, еврейское государство. Благослови сегодня Господь Иерусалим, город, твой город, город Господь, благослови Господь Иерусалим, столицу еврейского государства. Благослови сегодня Боже всю нашу истрадавшуюся планету, Боже всемогущий, все народы нашей земли, Господь, Боже успокой, пошли свой шалом, свой мир, Господь, небесный мир свой, слава Тебе. Боже всемогущий, благослови Львову, Господь, благослови Романиев, благослови Господь сегодня Киев, благослови всю Украину, Господь Боже, пошли свой мир, Господь Боже в Украину, Боже во имя Иисуса Христа, благослови Россию, Белоруссию, Грузию, Молдову, все страны бывшего союза и вообще все страны мира, Господь, все народы нашей земли. Пусть прославится Твое святое имя, Господь, слава Тебе, Боже наш, великий Бог Израилю, слава Тебе. Аминь, аминь, аминь. Дамы и господа, братья и сестры, и в этом прямом эфире этой молитвы утренней включения, я скажу, что завтра, сегодня вечером, даст Бог, тоже в 6 только вечера уже, в 18.00 по киевскому времени, 19.00 по московскому, соответственно, будет подключение вновь здесь из Ременева, из Сальвова. Значит, и в 6 утра завтра вновь подключение также на Ютубе, на канале Ютуба, подключайтесь. И сегодняшнее занятие, ваши вопросы по истории христианства, истории Израиля, пишите, пожалуйста, пишите под этими видео, лучше на e-mail даже, на e-mail или на, как смс-сообщение приходит мне, значит, просьба молитвы, сейчас я выключил, правда, телефон еще, у меня выключен, но обычно я включаю его на прямых эфирах, кстати, наверное, вечером, сегодня и завтра с утра будет у меня он включен все-таки, этот номер, просто там батарейка села, с вами разорвался, я его поставил сейчас на зарядку, значит, этот номер, телефон, телефон сам. Значит, и о номер телефона запишите себе, значит, Киевстар, здесь в Украине, 096 96 2 66 75, еще раз повторяю, 096 96 2 66 75. В общем-то, все номера, все контакты есть под этими видео, поэтому можете полистать вниз и увидеть то, что там написано. Вот российский мой номер, украинский, который вы можете с территории России, с территории Украины или вообще через интернет пополнять, значит, и я эти деньги как раз могу использовать на служение Господу, здесь в Украине, в России, в других странах бывшего Союза, ну и мира. В этих поездках, просветительских поездках, кстати, уже завтра буду здесь во Львове служить, я повторяю, в Балтийской церкви, а послезавтра уже в Киеве, вечером будет трансляция уже из Киева, с нашей Киевской архипископией. Еду Бла-Бла-Кар, значит, и, в общем-то, вот так путешествую, я еще называю это Бла-Бла-Чорч, Бла-Бла-Чорч, имею возможность тоже с людьми побеседовать, благоставить, помолиться за кого-то. Слава Богу. Вот, ну, шалом, друзья, шалом, мир всем вам, возлюбленные братья и сестры, благоставляю всех вас во имя Господа, благоставляю, аминь. Есть некоторые песни, кто знает, подпевайте, я, к сожалению, текста не могу пока, не умею выставлять так вот, если бы с ноутбука я бы сделал, ну, ладно, потому что трансляцию сейчас сделаю с телефона. Вот, Иисусу слава, знаете, наверное, да? Иисусу слава. Вот, Валерия Коропа песню. Я очень люблю эту песню и очень люблю творчество Валеры Коропа, Евгения Гудухина, Валера Коропа, другие там исполнители, авторы христианских песен. Вот, я очень ценю их творчество, а, кстати, с Женей Гудухиной давно уже дружу, и в этот шаббат наступающий, 24-й, получается, февраля будет у нас, предпуримный шаббат такой. Я буду у них в общине мессианской, еврейской, она называется «Жизнь в истине». Жизнь в истине. Вот, на улице Затышна, Затышна, да, улица Уютная по-русски, Уютная, улица Уютная, на Дарнице, на Левом берегу, там буду проповедовать я. Вот, и в воскресенье мы всегда уже в церкви, получается. Вот, значит, и, значит, Валера Короп, он написал разные, как автор-исполнитель, да, исполняет очень разные песни, и вот особенно близка моему сердцу вот эта песня «Иисусу слава». Давайте споем вместе. Иисусу слава, Иисусу слава, луная песня над схилами Днепра, Карпат, так же Карпат. Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільно Україна. Вся земля так долго на этот день ждет, когда лине с неба чистый сильный дождь, Когда солнце правды порозгонить хмари, когда песню счастья кто-то заспевает, И этот день наконец до нас вернулся, Он принес на веру в светлый мастер, Через свого Сина всемогутній Батько нам даруй реки вічного життя, Иисусу слава, Иисусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра, Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільна Україна. Люди України, люди всіх народів, піднімайте руки, прославляйте Сина, Він єдиний Бог, Він своєю кровью розірвав кайдани, Він достоин слави, Иисус Христос, Иисусу слава, Иисусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра, Іисусу слава, Іисусу слава, співає вільна Україна, Іисусу слава, на віки, на віки, Іисусу слава, на віки, на віки, Слава, Іисусу Христу, на віки, слава, Богу святому, братья і сістрі, благоставляємо сегодня Львов, благоставляємо Роменів, всю Україну благоставляємо, во имя Господа Іисуса Христа, аминь. І сегодня я приветствую вас, этим утром ранним, з города Львова, село Роменів. Здесь, сегодня, это утрення молитва включення, а с десяти утра будут занятия здесь, в библейській школі, она называется Иегова Іра, или же Господь усмотрит, или усмотрел. Пусть Бог благоставить всех вас, занятия, я не знаю, получится ли сделать в трансляції, но, по крайней мере, записи буду делать, и они будут на Ютубе, на этом канале, на котором сейчас провожу трансляции. И сегодня в шесть вечера в 18.00 подключайтесь с прямой трансляцией вечерней молитвы. И завтра утром увидимся вновь на молитве. Пишите ваши молитвенные нужды на e-mail и в социальной сети, на фейсбуке, на котором я проводил сейчас трансляцию перед этой утренней уже молитвой, перед утренней молитвой. До шести утра я проводил на Ютубе. Вот сейчас на Ютубе, а проводил на фейсбуке включение. Так что, дорогие друзья, вот там можете писать, в личных сообщениях. Так что, с удовольствием помолюсь за вас, благоставляю сегодня всех вас. Молюсь о семьях еще. Да, есть тема. Сегодня молитв в таких семьях о наших детях, внуках, родителях, дедушках, бабушках, я не знаю, может, кого-то правнуков даже. Молитесь. Сегодня благоставляю дома наши, благоставляю родных и ближних наших во имя Господа Иисуса Христа. Я и долго будем служить Господу, как написано в Библии. Помните, да? И пусть и наши дома служат Господу. В нашей семье проставляется имя Господа Иисуса Христа. И сегодня пусть действительно Божье чудо совершается, божественный курим совершается в наших домах. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к обладу. Написано в Римлянам 8, 28 и 8 глава, 28 стих. И как раз именно вот этот текст из Писания я приводил, цитировал как раз на служение воскресном позавчера, здесь во Львове, в церкви Агапа. Видео этого служения тоже вскоре будут уже на этом канале Ютуба. Пусть Бог благословит вас всех во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа, прибыли со всеми нами. Аминь. Спасибо, Господи, за все. Спасибо, Боже Всемогущий. Благословляю вас. Шалом, мир всем, друзья. Мир всем. Аллилуйя. 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 Да, и вот закончилась трансляция. Сохраняется. Там были перебои. Некоторые, она иногда зависает, трансляция, из-за скорости, видимо, интернета. Ну да. Вот, ну ничего. Есть эта запись, есть это видео, поэтому, слава Богу, можно будет потом, конечно, все это выложить на Ютуб. Вот, и огромное спасибо всем вам, дорогие друзья, кто молитвенно и материально участвует в моем служении Господу, блаженно осознавать нашу созависимость, зависимость друг от друга, как членов одного тела и нашу общую, в целом, зависимость, еще большую зависимость, полную, абсолютную зависимость от нашей главы, от Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Бог благостает всех вас, дорогие друзья. Аминь. Шалом, мир всем. Вот сейчас видео сохраняется, обрабатывается, и уже началась обработка. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.